всеми амурский привет с вами железный кот и сегодня мы сравним железного человека против бэтмена битва богачей и толстосумов что ша перед началом видео ставь лайк подписывайся на мой канал нажимай на колокольчик чтобы не пропускать мои все новые видео что же мы начинаем погнали начнем с того на что способен железный код а ой то есть железный человек путанистарка железная броня ракеты бомбы репульсеры репульсеры из груди и из рук способность летать сканирование боевых техник соперника еще у него есть протокол семейный праздник если брать марк 50 то он может создавать любое оружие по своему желанию костюм на нем тоже очень быстро одевается сами очки старка тоже совмещать с костюмом ведь они тоже его часть костюм старка почти что никак нельзя взломать и там защита взлома у старка очень много костюмов с разными функциями и старк богатый богаче бэтмена даже и умнее бэтмен и еще у тони старка есть халк бастер и спасительница и халк бастер 20 да это все тоже делал тони старк если брать марк 85 то может впитывать себя молнии тора а молнии тора магические значит старк в коем-то роде вроде может впитывать еще и магию костюм старка 2012 году смог выдержать молнии тора и старк мог быть с ним наравне но если старка против тора из тор 4 или войны бесконечности то уже тор победит но тогда торча был слабый и старк смог ему хорошенько так противостоять железный человек это единственный кто смог хотя бы хоть как-то ранее таноса даже поцарапать всех он единый из всех кто смог так сделать кроме тора который кроме секирой пробил танцы теперь бэтмен у бэтмена есть сюрикены есть пушки автоматы он владеет боевыми искусствами и все него есть плащ которым он может летать или делать свободное падение у него есть бэт цикл бэтмобиль и бэт корабль летающий и на всех из них тоже есть пушки еще бэтмена есть железный костюм в котором он смог победить супермена при помощи криптонита и костюм тоже прочные но даже старк в марк в 7 или в марк 6 может тоже победить железного бэтмена бэтмена в железном костюме так как тони старк просто по фактам умнее и у него технологии гораздо продвинете и лучше и старк богаче поэтому старк сильнее об этом до бэтмен опытнее в бою но старк умнее да брюс опытнее в бою и умнее в бою но старк вообще просто сам по себе умнее так как его технологии более продвинутые и сам старк придумал машину времени буквально за полминуты и в противостоянии от костюма с алиэкспресс если можем так сказать а так сказать можно из 2016 года от удара старка кэп чел сывороткой супер солдаты и со супер способностями был в крови угадайте что будет от обычного человека старк просто ему поломает череп если вы скажете что бэтмен лучше умеет стираться старков рукопашки то да но мы сравниваем в костюмах не брюс бэннер против тони старка железный человек против бэтмена бэтмен будет лучше траться в ближнем бою без всякого другого оружия но старк его костюм умеет сканировать боевые техники соперника и старк просто будет контрить ответками и переигрывать бэтмена так и было с капитаном америкой так что у бэтмена нету шансов тем более бэтмен справляется с бандитами это пару минут а старк вариаль трона и всех застрелил буквально за 10 секунд так что в сегодняшнем видео побеждает конечно же так просто железный человек и если вы скажете что бэтмен победит и железного человека потому что в бэтмен я вам скажу железный человек победит бэтмена по фактам и еще потому что он так просто железный человек на этом все всем удачи всем пока с вами был я железный кот надеюсь вам понравилось это видео всем до новых встреч с вами был как всегда железный кот что ж видео не заканчивается я с вами не прощаюсь плюс бонусные мини сравнение по просьбе подписчиков начнем железный кот как ты считаешь кто самый жесткий персонаж в marvel росомаха каратель лунный рыцарь призрачный гонщик ну я ему написал первое место каратель второе место дэдпул третье место росомаха и это мое мнение если вы с чем-то не согласны и есть тот кто пожестче то поправьте меня в комментариях ну а тебя я просто так добавил так как твой вопрос не совсем подходит по теме бонусных мини сравнений но поздравляю ты попал в видео а сравни пожалуйста флэша черного гонщика и супермена 6 и десятых я думаю без разницы flash из сериала flash черный гонщик и супермен без разницы хоть из комиксов 60 хоть из фильмов старых наверное там они были в 6 десятых но это не точно без разницы победит flash черный потому что он в кучу раз быстрее супермена 6 десятых и вообще супермену просто на скорости пробежит сквозь него и разорвет супермена 6 десятых и вообще любого супермена базовую версию или же лучше сказать классическую версию он настолько быстро пробежится сквозь него что он просто разорвется и от супермена не останется даже его плащ так что победу я отдаю черному флэшу железный код ага доктор фэйт кент нельсон против мстителей и лиги справедливости что ж если брать фэйта и эти две команды из комиксов то победит доктор фэйт если конечно состав оригинальный это как в фильмах но только такой же состав как в фильмах но только в комиксах я так взял а если брать комиксный фэйт против фильмовых двух команд то фэйт вообще легко а если брать комиксных мстителей против фильмового фэйта или комиксные команды лиг справедливости против фильмового фэйта то конечно же тут будут мстители скорее всего а если киношный доктор фэйт и киношные мстители лига справедливости это нужно ждать фильма черный адам но если сравнить и потому что он показал в трейлере это он может делать такие же щиты как доктор стрэндж только другого цвета это не точно так как в трейлере я такого вроде бы не припомню но фан-арты были будем считать что допустим он так может и думаю он так может создавать магические оружия он может создавать клонов и зеркальные измерения то что шлем может возвращаться в трейлере нет так что пока что не даем ему это способность и скорее всего фэйт проиграет черному адаму так как все дело к этому идет но это не точно но я могу сказать так скорее всего он победит всех в команде лиги справедливости кроме супермена и флэша либо же он им проиграет либо же он с ними будет наравне и вот с мстителями тоже выбираем два самых сильных все проигрывают кроме тора и халка не даже халк может проиграть 50 на 50 но тор либо же с ним наравне если брать киношного то что показал в трейлере либо же тор победит а когда выйдет фильм черный адам будет понятнее на этом уж точно все спасибо всем за просмотр всем удачи и всем пока